Всем привет! Меня зовут Яна Напольских и в этом видео я хочу рассказать о том, как я использую ключи, которые дает Яна Корнилова, и как я прохожу мой путь без путей от себя к себе, и что вообще это такое для меня. Ну, начну, наверное, с того, как я встретила Яну. Это было в 2010 году. В интернете мне попалась информация, проект, вернее, который назывался «Сфера разума». Это была группа людей под руководством одного человека, которые проводили ченнелинги и записывали их в аудиоформат. Там была информация о том, кто мы здесь, значит, на планете Земля, что нас ждет человечество, и они передавали эту информацию там якобы от каких-то синих, зеленых, серых цивилизаций космических, вплоть до Архангела Михаила и так далее и тому подобное. На тот момент мне это было как бы интересно, потому что был зов узнать, кто я, но я же не знала, как это узнать и обнаружить-то. И, естественно, ты поглощаешь всю эту информацию, слушаешь, что, может быть, где-то здесь ты услышишь ответ. И вдруг вот среди этой информации мне попадается аудиозапись с Яной. То есть она там какое-то время, видимо, с ними взаимодействовала, общалась, и потом отошла от них, и как бы она уже в каком-то другом проекте, где она дает свою информацию. И эта информация была ни на что не похожа, что я слышала прежде, потому что в интернете, естественно, все пестрило там медитациями, практиками, всякой информации от разных гуру древностей и настоящих дней, о том, как остановить свой ум, разные практики, безмолвие, тишина и так далее и тому подобное. У Яны же, что меня зацепило и что срезонировало, не было ничего подобного. Информация была абсолютно уникальная, в которой Яна давала ключи, как обнаружить, кто я, и как освободиться от того, чтобы быть заложником обстоятельств и заложником собственного ума. То есть это информация, которой Яна объясняла, что такое Личность, как устроена она, как она действует. То есть она давала мне ответы на вопрос, кто я, как все устроено, но в то же время она не давала готовых полных ответов. То есть ее информация и методика позволяет прийти к ответу, стать этим ответом самому себе. Естественно, такая информация у меня, человека, который в поиске ищет, не могла не тронуть и не зацепить. Меня она просто поразила, эта информация. Вот она, наконец-то я нашла то, что действительно я слышу, что это истина. Каким-то образом я, видимо, через этих людей узнала Янин телефон, я ей, видимо, позвонила. В общем, я с ней связалась. И она разрешила мне как бы в консультацию, мы договорились. Как я ждала этого момента, когда я выйду с Яном на связь, потому что я понимала, что вот это и будет тот момент Х, который мне, как в фильме «Матрица». «На, выбирай таблетки синюю и красную. Куда ты идешь?» Ну и вот я связалась, вот я вышла с ней на связь. И то, что мне начала рассказывать Яна, объяснять, доносить, как она это умеет делать, с примерами, меня вообще просто, ну это был взрыв мозга. И тогда я поняла, что, ну это единственный выход. Вот умом я уже на тот момент это поняла. Но проблема была в том, что я настолько ушла от себя, что я уже варилась в отношениях, которые были абсолютно безуспешны, переносившие мне страдания, в которых я потеряла себя, естественно, раз у меня нет себя. И на тот момент мне хотелось в большей степени вот решить эту проблему. Яна мне тогда объяснила, что пойми, ты не можешь решить эту проблему, не став самой для себя тем остовом, на котором ты стоишь, не став излучением того, что тебе воспроизведет реальность другую. Конечно, полностью была убита моя надежда на то, что кто-то решит за меня эту проблему, в том числе и Яна. Потому что абсолютно, однозначно и четко она мне объяснила, что решать это могу только я сама собой. Причем таким тотальным изменением, обнаружением правды себе и развлечением личностного и сущности. В общем, тогда мне это показалось настолько сложно, что я не смогла в это пойти полностью, тотально и до конца. В общем, я продолжала заниматься предательством своей сути. Я пыталась держать наблюдение, давалось мне это очень с трудом, я выпадала. Ну, а остальные рекомендации Яны я как-то вот не выполняла так, чтобы вот прямо полностью, тотально идти в это. Потому что я потакала своей личности, потому что я не была сконцентрирована. Потому что думать об этом и быть этим это разные вещи. Яна мне все время говорила, ну ты пойми, я не могу дать тебе намерение вырастить тебе. Я не могу тебе дать твою правду о себе. Ты должна стать этой правдой. И когда уже начались проблемы более серьезные с здоровьем, я сказала себе тогда, что нет, хватит играться, я хочу быть этим намеренным, я хочу суть идти к тебе, я хочу увидеть всю правду о себе, я хочу из этого выбраться, я хочу освободиться. И вы знаете, вот в этот момент произошло такое так называемое чудо, то есть переломный момент, когда я сама себе это сказала и это сработало. То есть вот опять ключ в проговаривании, о котором все время говорит Яна, и в намерении. И вот с этого момента у меня вот только сейчас, можно сказать, полгода идут уже такие значимые для меня результаты, когда я действительно могу видеть себя со стороны, когда я не изнутри личности могу взаимодействовать с собой. потому что я пошла в эти методы, в эти ключи, которые дают Яну, я начала проговаривать. Именно так, как говорит Яна, потому что мы с ней это все проделывали много раз, и когда я вроде с ней, мне все понятно, когда я один на один сам на сам остаюсь, все, я не знаю, чего и в общем, когда я вот в это пошла, я начала проговаривать, проговаривать, хочется, не хочется, есть о чем или как кажется не о чем, оно начало работать. Когда ты идешь в это, это меняет вообще все, это меняет твою жизнь, это меняет тебя. Когда ты начинаешь различать личностное и сущность, когда ты не изнутри личности, смотришь на себя, видишь эту личность, видишь ее тенденции, видишь ее привычки, ты постепенно начинаешь улавливать собой, что это такое, вот это взаимодействие, вот этот механизм, видеть алгоритмы и вовремя как бы перехватывать вот этот захват личности, не когда ты уже внутри этого и ты уже ничего не можешь сделать, а когда ты снаружи ты видишь, ты наблюдаешь посредством наблюдения, потому что ты становишься этим наблюдением, я потом расскажу, как мне это тоже все давалось, это наблюдение, как это все происходило, и вот ты уже вовремя этот захват как бы отлавливаешь и не даешь захватить тебя сильнее за горло скрутить, ты как бы видишь уже этот фоновый, слышишь эти мысли, которые начинают, вот эти ощущения, которые начинают тебя захватывать, и ты начинаешь с этим взаимодействовать, и постепенно используя методы, которые дает Яна, проговаривание, моделирование, вот иди об это, постепенно это начинает наращиваться, набирать такие обороты, что и как бы такой опыт, что ты уже знаешь, как это делать, ты сам себе становишься водительством, становишься светимостью, ты перестаешь быть матричной батарейкой, и постепенно вот наблюдение, сначала мне раньше давалось очень тяжело, и это было такое, постоянное напряжение, я теперь понимаю сейчас, что это было больше попытка умом это контролировать, я все равно была внутри, то есть почему ты выпадаешь, потому что ты внутри личности, но когда я проговорила сама с собой, и вот как бы взмолила сама к себе об этом намерении, сказала себе, нет, я пойду в это, тогда и наблюдение как-то вдруг это стало мной, мне не стало это так сложно делать, это было уже частью меня, и до этого происходили какие-то прозрения, все равно это все даром не давало, не проходило, все равно я в это шла, хоть как-то, но пусть не полностью, не тотально погружалась, но шла, были прозрения, но сейчас их все больше и больше и все больше я вижу эту правду себе, о себе, и вот это происходит, когда эта информация вся, которую я слышала, читала от Яны, да, сотни там, не знаю, раз, если не тысячи, вдруг ты ее осознаешь собой, ощущаешь, и происходят такие инсайты, когда ты, как озарение, прозрение, ты говоришь, вот оно что, вот что имела ввиду Яна, говоря о чем-либо, то есть это становится твоим собственным прозрением, твоим осознаванием, и это уже становится частью тебя, и вот эта разница, какая я была еще полгода назад, и сейчас, это просто она, ну это вообще как небо и земля, огромная разница, это два разных человека, два разных ощущения себя собой, и оно наращивается, вот эта сущность, светимость, благодаря тому, что я использую эти ключи, не нахожусь внутри личности, это наращивается, наблюдение наращивается, осознавание, все больше, больше расхлопнутость появляется, потому что раньше о расхлопнутости, о которой говорила я, но даже у меня там речи быть не могло, это какими-то вспышками только было, минутными, и вот сейчас я очень четко, достаточно четко могу различать, где моя личность, я ее вижу, я уже знаю ее, я уже знаю ее тенденции, ее привычки, которые раньше не хотела видеть, я вижу правду себе, все больше и больше о себе, я понимаю, что это процесс бесконечный, то есть нет конечной точки, я в моменте, есть только этот момент, есть только я у себя, и благодаря вот этому развлечению и умению взаимодействовать с собой, начала ну как бы отпускать освобождение отступать вот то, что держало раньше, ну как бы стало растворяться, грубо говоря, ты высвечиваешь какую-то ляру своей личности, она там портится и растворяется, вот такое какое-то ассоциативное у меня приходит ощущение, что еще я хотела сказать, информация, которую дает Яна, в чем ее уникальность, я уже это говорила в начале видео, сейчас еще повторю, подведу такой итог, уникальность в том, что ты ни на кого не опираешься, то есть у Яны нет цели, чтобы было залипание на нее, у Яны цель дать те ключи, которые приводят к тому, что ты сам себе хозяин свежи, ты сам ее создаешь и ты сам себе становишься отубетом, благодаря вот этой светимости происходят вот эти прозрения, если есть настоящее вопрошение искренне, то обязательно придет ответ, как у меня это происходит, ну например, я вижу что-то в своей личности я высветила, и я благодаря знаниям, которые дала Яну, да, ключа, я смотрю, что я могу с этим сделать, и я уже сама с собой начинаю вот это взаимодействие, я пробую, прощупываю так, а вот так делаю, а вот это я сейчас проговорю, промоделирую, я обязательно нахожу ключ, я стала этим ключом сама себе, что это дает, ну например, во взаимодействии с людьми я уже больше, лучше ориентируюсь, как себя повести, я как бы становлюсь вот этим чувством себя и реальность проявлены средствами, еще такой момент, что жизнь, как бы, да, вот реальность, сама себя, ты перестаешь так бить себя, уже уже нет в этом нужды, используя ключи, которые дает яма, ты как бы становишься не то, что неуязвимым и с тобой ничего не происходит, нет, но ты можешь балансировать, тебя не утягивает, тебя не швыряет, не колбасит, то есть образовывается такая подушка безопасности ты создаешь себе, которую все время ты применяешь, все время держишь около себя в виде вот этого наблюдения, правды себе и ключей, которые дают яму соединительство с собой. это образует вот эту подушку безопасности. Вот то есть когда ты в моменте ты взаимодействуешь, ты есть прав на себе, ты моделируешь, ты проговариваешь, вот они здесь и происходят, вот эти настоящие чудеса. Дело в том, что ты когда взаимодействуешь, ты находишь свои собственные ключи. Я обнаружила то, что уже зная свою личность, я подбираю сама к себе эти ключи, я создаю какие-то не то, что новые и отличные от того, что говорит Ян, но я как бы сама становлюсь этим. Ощущенчески это совсем другое, чем когда это просто в голове, в уме. Ты становишься этим знанием, ты как бы знаешь, на ощупь идёшь. почему путь без пути, потому что в этот момент ты оголён, ты как бы не внутри этого, но ты ещё не есть вот эта суть, да, потому что ты проживаешь эту реальность, и ты не знаешь, что будет в следующий момент. Вот это и есть путь без пути. К чему я это всё рассказываю, чтобы вы увидели, что вот эти ключи они непременно приведут к результату. И это единственная информация, это единственное, что приведёт к себе. Ничего другого нет в инфополе, ни в интернете, нигде. Ничего вам не даст это освобождение, ничего не приведёт к себе. В общем, я что хотела сказать, идите в это, не бойтесь. Кстати, я знаю, что очень многие испугают темы одинности, что как же это я один и других нет. Мне тоже сначала это было непонятно и странно, то есть я информацию умом приняла, но собой не осознавала. И всё равно сидел вот это сомнение, ну как же я, вот же они другие, вот же я их смогу пощупать, они дышат, умом, они же другие. Только потом, когда я начала разотождествляться с образом на себе, когда я начала выходить и смотреть, наблюдать, как всё происходит, тогда я осознала с собой, что действительно других нет. То есть для меня открылись ответы с собой, что такое вообще данная реальность. И действительно есть только я сама у себя. И помочь могу только я сама у себя. И причём ни в коем случае никакими медитациями, никакой не улетевшистью, не отречённостью, не остановкой ума. Это приводит только к ловушке и потом к последствиям необратимым. Поэтому идите в этом, пользуйтесь методом, пользуйтесь этим даром, который даёт Яна. Цените этот дар в виде Яны и не пренебрегайте. Потому что я увидела по себе, что если ты уловил что-то, но не пользуешься этим, не идёшь в это, то тебя потом спросят ответственности больше, и ты как бы вот этим предательством себя выхватишь, как говорится, не по-детски. И ещё я хотела сказать о том, что появились плагиатчики на Янин информации. В интернете уже есть некоторые так называемые гуру, которые используют термины Яны, её понятия в своих каких-то постах или в своих социальных. Я хочу сказать, что такой человек, который использует термины Яны, он не сможет помочь другому человеку прийти к себе, потому что его нет самого в себе. Можно бесконечно использовать эти термины, но если ты не знаешь собой, что это такое, не проживал это собой, то это просто винегрет из набора слов. Вот и всё. И именно Яна есть настоящее просветление. Потому что вся эта информация, имеющаяся в интернете, это ложь просветление. Это идея просветления. Потому что просветление не имеет ничего общего с отрешенностью, с остановкой ума, с безмолвием. Просветление это высвечивание образности о себе и аспектов своей личности. то есть просветление это становление человека светом самому себе. Яна есть этот свет самому себе. Вот Яна это такой тёплый человек, такой экстра чувственный, экстра сенсорный. Она настолько видит и знает тебя, больше самого тебя, чем ты знаешь, она видит. Поэтому лучше прислушиваться к тому, что она говорит, доверять ей, если у вас есть возможность личных консультаций. Поверьте мне, у меня было столько раз, что я спорилась с ней в чём-то и говорила, да нет, да у меня не такая личность, да нет, это не так, да нет, я вижу. И потом я приходила к тому, насколько как всегда права я. Она реально всё видит, всё чувствует. Просто пока у тебя нет вот этого внутреннего развлечения, пока ты внутри образа, ты не можешь вловить этот фон, который видит, она и слышит. Поэтому она реально всех видит, всех слышит, всех чувствует, с кем взаимодействует. она знает всё. Вот если вы слушаете её видео, смотрите, слушаете её аудио, улавливайте каждое слово, переслушивайте по многу раз, потому что каждый раз информация, она многогранная, многомерная, она будет раскрываться по-новому. И потом вы будете уже раскрывать эту информацию с собой, чтобы вот что имело с собой. То есть ещё глубже, объёмнее. Яна, она видит всё вот так, сферичные объёмы, и она видит ядро вас и происходящее в этой ситуации. Поэтому прислушивайтесь, доверяйте. Конечно, не надо слепо, нужно всегда свой внутренний отклик слышать. Но просто я вам говорю, я в этом убеждалась, она всегда права, она знает всё. Яна знает всё. Если Яна не права, то не прав никто. И она очень тёплая. Она как мама, она ведёт тебя, она полностью выкладывается, она полностью отдаётся, она переживает за тебя больше, чем ты сам, потому что она видит больше. И у неё намерение вот этого, чтобы ты помог себе больше, чем у тебя самого. Так она взаимодействует. И это, конечно, очень помогает и вытаскивает. она очень чуткая, она очень такой человек деликатный, она очень интеллектуальная, эрудированная, у неё великолепное чувство юмора. В общем, Яночка, спасибо тебе огромное, ты действительно дар сущностный, ты для меня как мама сущностная, которая ведёт меня в этой реальности, приводит к себе, помогает прийти к себе. Спасибо тебе за всё и я очень тебе благодарна, я очень тебя люблю, а вам всем желаю не сворачивать с пути без пути от себя к себе. Всем пока. Спасибо. Продолжение следует...